Привет всем! Снова готовим мы с Аленой. Приехала Алена и будет готовить сейчас песочное печенье. И сейчас она нам расскажет, что для этого нам нужно. Для начала берем 100 грамм размягченного сливочного масла. Половина только. Сейчас еще надо 50 грамм. А, не угадала. Еще чуть-чуть. Я думаю, достаточно будет. Я смотрю, она у нас не сильно, поэтому мы его отправим в микроволновку. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть совсем. Отлично. Сейчас мы в эту емкость высыпаем. Сейчас это не надо обнулять. А сахар считать? Сейчас я это высыплю. Так. Вот так вот. Теперь мы обнуляем весы. И 40 грамм сахара берем. Ну или сахарная пудра. Сахарная пудра быстрее бы растворилась. Ну, я думаю, ничего страшного. Переборщила. Ну ладно, ничего будет слаще. Я думаю, ничего страшного. Это же печенье. Да. Еще и песочное. Это нам надо все перемешать. Все тщательно перемешиваем. Как раз хорошо у нас масло мягкое, тепленькое, сахар сейчас растворится. Хорошо перемешиваем. Хорошо. Может и ванильный сахар сразу? Нет, все сухие ингредиенты мы вместе перемешиваем. Ага, понятно. Извините. Такой аромат стоит сливочный. Я вот так, можно? Нужно миксером взбить до кремообразного состояния вот эту массу. Вот, по-моему, уже сахар начинает, да? Да. Я думаю, достаточно. И сейчас мы в эту массу вобьем яйцо. Сейчас так, чтоб не заводилось. Одно яйцо? Одно яйцо, да. Комнатной температуры, да? Заранее достать, да. Его нужно с холодильника. Так, у меня уже приготовлено, отложено 175 грамм просеянной пшеничной муки. Берем пол чайной ложечки разрыхлителя. Можно ванилин немножко, либо ванильный сахар. У нас сахар, поэтому я все пачку беру. И щепотка соли. Все это перемешиваем. Вы обратили внимание, да? Сухие ингредиенты мы отдельно перемешали и мокрые с мокрыми, так называемыми. Все, готовую сухую массу мы высыпаем в яично-масляную. Консистенцию. Да. Сейчас я вот так, чтоб наша мука не разлетелась. Должно получиться мягкое такое тесто. Так, все. Вот такое у нас тесто. Так, достаем наше тесто с емкости. Заранее мы подготовили пленочку. Вот такое тесто, да, пищевую пленочку получилась мягкая и нежная. Мы его распределяем тонким слоем. Это для того, чтобы оно в холодильнике быстрее остыло. Накрываем, чтоб не было запаха с холодильника. И оставляем в холодильнике на 25-30 минут. Чтобы остыло, да? Да, остыло. Все, и ложим в холодильник. Повторюсь, на 25-30 минут. Вот так вот. Сейчас мы подготовим яйцо для смазывания наших потом заготовок. Отделяем желток от белка. Вот так вот, таким нехитрым способом. Белок нам не нужен. Ударяем в сторонку. Это пока можно тоже отложить на щеку. Мы сейчас подготовим наши орешки. Какие орехи мы берем? Фундук. 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 Фундук и мигдаль, да? Сыпем на глаз. Останется, можно потом скушать. Я думаю, достаточно будет. Взбиваем. Такие взбиваем. Еще нужно. Я думаю, отлично. Все. Пойдем выпьем кофе пока нести. Пока тесто охлаждается, да? Да. Достали мы тесто уже с холодильника. Все. Берем луку. Распределяем по поверхности. И освобождаем наше тесто с пленки. Уже холодненько, да? Да. Уже холодненько. Вот оно. Такое послушное все. Сейчас я вот так сделаю. И вот так, чтобы ему было удобно раскатывать. Как пахнет. Вместо скалки у нас. И раскатываем его. Ничего страшного, оно такое липнет, поэтому. Так, все. Это лайфхак. Да. Вместо скалки. Берете фреккенбок. Все. Я думаю, достаточно будет по толщине. Такое вот. Берем формочки, какие у вас есть. У нас есть такие вот прикольные. Такие вот вики. Берем. Я делаю так. Раз. И вот так. У-у-у-у. И вот. Получается вот такая. Такое красавчик. Мисочка. Сейчас мы вот так сделаем. Микки-микки. Да. Зайка еще будет. Мой сынок любит зайк. Так, девчонку сделаем мини, чтоб макурники не было. Так, зайку сделаем. О, зайка вообще крутой. Теперь, знаете, как в детстве было, кучерявенькое такое печенье. Печенюшечки такие. Сейчас, может, вот так оно будет, так, наверное, лучше. Да, четко трепет. Ой! Посмотрим сейчас. Получилось или нет? Не, не получилось, не достает. Такие, думаю, толстый этот слой. Кусочек, ага. Да, и давайте несколько таких обычных сделаем. Да, я доделываю, да, и туда еще можно сердечко. Экономно используем, тесно, да? Класс. И теперь у нас есть ник Кит. Да. Да. Коротков Иван Дмитриевич. Сыночек обрадуется. Интересная штука так с детьми лепить печенье. Детям это, наверное, очень интересно. Ты с дочь себе пекла? Нет. Ай-яй-яй-яй. Теперь надо остатки из теста. Снять, как-то достать. Да, стало немножко уже таким мягким. Мягким, разогрелась, да? Угу. Будет, наверное, сложно это сделать, но аккуратненько. Ну, по такому принципу убирает. Сейчас так убирайте. Итак, оно нагрелось очень сильно. Надо работать быстро. Быстро. Ну, у нас и кондиционер вроде работает. О, нет, ну, получается звездочки класс. О, духовочка разогретая. Зовет нас уже. Да, на 170 градусов. Я думаю, надо было просто немножко больше муки на поверхность. Было бы легче, да, от стола? И так, формочка наша. Формочки получились. Вот они. А теперь из-за такого остатка, почти столько же, сколько печенек. Да, можно сделать такие, знаете, прям, как домашнее печенье. Сейчас мы делаем вот такие шарики. Так, мы отделили желток от белка. Взбиваем, размешиваем и промазываем. Так, каждое наше печенье. Колечки наши мы можем посыпать. Было бы удобно, если бы они не таяли. Окунуть их прям в арахис, да, ну, нашу смесь ореховую там. То есть они тверденькие, да? Да, да. Мы сейчас можем шарики так сделать. Мы половину шариков сделаем с арахисом, ну, с орехами. А половину с сахаром. С фундуком, прошу заметить. Простите, да, фундук и медаль. Простите. Вот так мы сделаем. Или вот так. Это уже нам не нужно. Сюда. И сюда. И сюда. Вот так я иду вот так. Оп. Уже вот здесь сразу сделаем. Печеньки от Аленки. Блин, я уже хочу скушать. Смотрите, от своей духовки. Красиво. Поставили на 170 градусов, разогрели духовку и отправляем их, да? Да. Все. Ждем. Сколько? 13 минут. Итак. Все. Прошло у нас где-то сколько там? 17, да, минут? Да. 17-20, но все равно нужно смотреть, потому что вот видите, потоньше, да, они поджарились, а наши шарики... Обалдеть! Блин, вот эти с сахаром вообще классные. И смотрите, как классно, что они вообще не... Ну их... И... Все на месте, да. Класс. А, блин, зайка вообще няшный. Мне нравится больше всех зайка. Зайка, да. Ну это, к сожалению, просто еще деформировалось при... Зайчики вообще огонь. И сахар красивый, блин, какой. Там, блин, ну все. Прям как домашнее печенье. Можно в гости. Можно даже просто вот таких понаделывать. Мне нравится такая форма. Да, даже легче, мне кажется. Так, ну все, давайте делать кофе. И будем... Сейчас сначала сходим за ребенком, а потом придем пить кофе с печеньем. Да, Ален? Да. Спасибо тебе большое за рецепт. Ставим лайки Алене, она старалась очень. Вот. Вот. Смотрите дальше, что мы будем еще готовить. Может, придумали что. Всем пока. Пока. Итак, забрали мы ребенка с садика. Зайки оставляем ему. А я скушаю вот это вот с сахарочком, наверное, такой. Оставить тебе его? Да. Ладно. С орехами бери. Хорошо, я попробую с орехами. Вот. Ваня, иди сюда. Мммм. Класс. Посмотрите, какое оно красивое, а какое оно вкусное. Сделали чайок. Спасибо, Алене. Так бы мы не покушали, это было на здоровье. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И смотрите следующее видео. Пока. Пока.